вот так выглядит начальный этап подготовки супа я сделал филе наваги залил филе вот таким вот кальмарным тухлым соусом тухлого соуса нужно было ему совсем немножко где-то столовая ложка потом засыпал манкой основная цель манки не запанировать а просто впитать в себя лишнюю влагу чтобы рыба не стреляла на сковородке и вот эти филе шечки потом пожарить соберем с тарелочку они нам потом пригодятся их потом будем класть вот выкладываем новую порт партию наваги выжарилась мы вот наконец навага готова пожарилась вот я уже достал тарелочку краба поставил кастрюльку на огонь чтоб разогрелась и подготовил остальные ингредиенты их немного это чеснок это половинка луковицы это небольшой кусок редьки это паста из соевых бобов это перцовая паста так называемый ям ним плюс соевый соус анчоусный соус и немножечко кипятка сейчас попрем делать суп сначала в кастрюлю нальем немного растительного масла а сами порежем редьку редьку надо слегка приняла на себя масло сахар 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 Следом кастрюлю идет двух полукольцами Зубчик чеснока Просто вот так вот раздавливаем И крупными кусками разрубаем Выкладывается на лагерь Много тоже особенно не нужно На глазок положить Добавить немного соевого соуса Добавить немножко Анчелусного соуса Залить все кипяточком Как следует И сверху добавить Такую Очень бодрую ложечку Этой соевой пасты Стоит помнить, что соевая паста В кипятке расходится медленно Поэтому ее нужно постоянно контролировать Чтоб она развелась Растворилась Чтоб она не так и не осталась до конца Просто одним большим куском В супе Поэтому надо постоянно помешивать Емним пока повременим Добавим его чуть-чуть попозже Вот наш суп Уже довольно ловко бурлит Он приобрел такой характерный бежевый цвет Это ему придала его соевая паста Теперь время самое добавить Перцовую пасту Она ему тоже изменит цвет Делаем так, чтобы она распустилась Одно из отличительных особенностей этого супа Тем, что большинство ингредиентов В него кладутся уже готовыми А краб Сейчас я его положу Когда суп уже полностью почти сварится И краба даже варить не буду То есть он только вот чуть-чуть вскипит А я тут же сниму кастрюлю с огня Потому что краба варить В супе Это я считаю только хуже делать Гораздо вкуснее и лучше Если краб только слегка вот Прихватится кипятком И в нем просто дойдет Остается просто в этой горячей воде Дойдет там до готовности Ну все Самое время закладывать краба Такого аккуратненько Вот сейчас он начнет уже Вот уже начал Приобретать характерный красный цвет Еще немного И суп закипит И тогда я сниму его тут же с огня Это будет означать, что суп целиком готов Ну вот суп закипел Это значит только одно Что он готов к самой финальной фазе Финальная фаза это Выключаем плитку И оставляем его доходить На горячей комфорке Ну в течение минут 10-15 А через 15 минут Разливаем по тарелкам И наслаждаемся вкусом Приятного аппетита!